Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока Проведи дезайнование организации студии Цель обучения – обсуждать как разсрочные и долгосрочные эффекты на организм Которые оказывают упражнения различной интенсивности Но прежде чем перейти к основной части Мы с вами выполним комплекс общего упражнения Исходное положение – стойку ноги в 8 Руки внизу На вас – руки к плечам Два – руки вверх Солонцы на носки – два Руки к плечам Три – плечам Четыре – исходное положение Исходное положение принять Упражнения вместе мы начинаем Раз – два – три – четыре Раз – два – три – четыре Тянемся выше Три – четыре Раз – два – три – четыре И раз – два – три Закончим Следующий упражнение Стойку ноги в 8 Руки к плечам На 4 чуток углы вращаем вперед 5 – 8 – назад Исходное положение принять Упражнение вперед Начинаем Раз – два – три – четыре Пять – шесть – семь – восемь Раз – два – три – четыре 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 И 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Закончили Следующее упражнение Стойка ноги в розе Правая рука вверх, шатая в плаку На 1, 2, отведение прямых Рук назад, 3, 4, смея на положение Исходное положение принятие Упражнение с правой руки начинать 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Руки прямые 3, 4, 1, 2, 3, 4 Делаем вместе 3, 4, и 1, 2, 3 Закончили Следующее упражнение Стойка ноги в розе Руки сонду в лодках перед крудью На 1, 2, отведение сонду в лодках Рук назад, 3, 4, отведение прямых Рук назад Исходное положение принятие Упражнение писано в шай 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Руки прямые 3, 4, и 1, 2, 3, закончили Следующее упражнение Широкая стойка ноги в розе Три наклона Касаемся пола 4 Исходное положение Исходное положение Руки на поясе Исходное положение Упражнение Упражнение в правую сторону Левая рука Левая рука Привая вверх 2, 3, 4 Три, 4 Исходное положение Исходное положение Упражнение в правую сторону Начинаем 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 И 1, 2, 3, закончили Следующее упражнение Основная стойка На раз Выпады в правую сторону Руки прямо перед собой 2, исходное положение 3, 4, то же самое Только в левую сторону Исходное положение Упражнение Упражнение в правую сторону Начинай 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Делаем Вместе 3, 4 И 1, 2, 3, закончили Следующее упражнение Исходное положение Основная стойка На раз Выпад С правой стороны Вперед Руки стопы 2, исходное положение 3, 4 Тоже самое Только с левой ноги Исходное положение Упражнение В правой ноге Начинай 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 И 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 И 1, 2, 3, 4 Закончили Исходное положение Основная стойка И вместе мы начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Одновременно одношажный ход. В одновременном одношажном ходе лыжник выполняет каждый одновременный толчок обеими палками с одним скользящим шагом. Методика обучения. На хорошо накатанный склон лыжни обучается и набирает скорость. И скользит под уклон на обеих лыжах. Выносит палки, направляя их кольцами вперед вниз. И быстро и сильно, как в упражнении самокат, отталкивается одной ногой, делая шаг к другой, ставя палки на снег. Наклоняясь и наклоняя палки вперед, сильно отталкивается руками и приставляет ногу. При разучивании хода нужно следить, чтобы во время отталкивания ногой лыжа плотно прижималась к нему. Каблук ботинка держался, опущен как можно дольше. Загружать лыжи после выпада нужно плавно оставить лыжу на снег мягко. Отрабатывать ход сначала на уклоне 40-60 метров, спускаясь и поднимаясь вверх. Затем в передвижении по различным местностям. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько способов торможения. Итак, описание техники торможения плугом. Применяется на прямых спусках со склонов малой и средней крутизны. Плуг начинается с разведения лыж в сторону и давления на них каблуками ботинок. Носки лыж остаются вместе. Пятки лыж широко разведены в сторону. Лыжи ставятся на внутренние ребра. Колени сводятся вместе. Туловище и руки принимают положение как при спуске в основной стойке. Вес тела распределен равномерно на обе лыжи. А. Торможение плугом применяется для уменьшения скорости на спусках или полной остановке. Б. Во время торможения носки лыж должны быть вместе. Пятки лыж разведены в стороны. В. Лыжи необходимо поставить на внутренние ребра. Вес тела распределить равномерно на обои лыжи. К. Положение туловища и рук с палками должно быть как при спуске в основной стойке. Торможение упором. Как правило, применяется для уменьшения скорости при спусках наискость в условиях как твердого, так и мягкого снега перед слишком крутыми участками трассы. Вес тела сосредоточен в верхней лыжи, которая скользит по снегу вдоль своей оси на верхнем ребре. Нижняя лыж значительно разгружена от тяжести тела и поставлена под углом к направлению движения. Давление каблука, потинка снаружи, прочесывает своим внутренним ребром поверхность снега, вызывает торможение на лыжах. Носки лыж удержатся на одном уровне. Продолжение следует...